Здравствуйте! Сегодня мы подводим итоги. В течение всего этого года мы рассказывали истории тех ребят, которые оступились. Все они перевоспитывались в Юхтинской спецшколе, которая находится в Свободненском районе. Пришло время вспомнить истории некоторых наших героев. Многие трудные подростки убегают из дома, ночуют у друзей и, как результат, прогуливают школу. Но большинство из них даже не догадывались, что за это их могли наказать. В первой нашей программе свою историю нам рассказал Максим. Далеко не убегал я в поселке был, у друзей ночевал, у друзей, у таких, ну, у кого... Ну, и даже друзьями даже сейчас нельзя назвать уже, которых, ну, и дома не в порядке было, что можно было там у них остаться. Это сейчас о своей бродячей жизни Максим вспоминает с улыбкой. Несколько лет назад вместе с другими ребятами он регулярно убегал из дома, бродяжничал и пропускал школу. Рассказывает, чтобы скоротать время, компания часами гуляла по улицам. Мальчишки грелись у костра. Зимой единственным спасением от мороза были подвалы и чердаки. День, когда переступил черту, Максим хорошо помнит. Тогда он сбежал из дома и не появлялся три дня. Курили, пили, ну, в гаражи взламывали. Один раз машину гнали и, ну, ушли. До Новобрестка доехали с Талакана, оставили там машину, домой приехали на попутках уже. У нас, ну, попались мы, а оказалось, что машину кто-то там разбил на обрезке. Это сейчас он занимается творчеством и спортом. Раньше жизнь Максима проходила в другом, совсем не спортивном ритме. Он курил и выпивал с друзьями. Каждый раз, когда инспекторы по делам несовершеннолетних ловили ребят и возвращали домой, он сбегал снова и снова. О том, что за это могут наказать, отправив в исправительную спецшколу на три года, даже не подозревал. Меня нашли на следующий же день и, ну, отвезли в комиссию сначала. Я под расписку расписался, что больше не убегу. Сам убежал и меня на следующий день в суд сказали, если все нормально за эти три дня будет, то, может быть, еще и не поедешь в юхту. Но я убежал из дома, не поверил сначала. Самым страшным, вспоминает Максим, был даже не судебный процесс, а поведение мамы. Первый самый близкий в жизни человек стал не на его сторону. И уже на суду, ну, ее разрешение просили. Я думал, она не даст разрешение. Она сказала, что я за, чтобы мой ребенок, ну, поехал в спецшколу. Я сначала обиделся. Приехал в Центр временного содержания, ну, и, ну, плохого мнения было о матери своей. Как она меня могла, ну, отправить, посадить сначала, думал. А потом, когда через неделю, когда уже сюда забрали, и подумал, надо было извиниться и ничего не говорить. Написал письмо, ну, и связался с мамой. Это с плохим последствием приведет все равно. Ничем хорошим не закончится. И, ну, лучше не убегать из дома. И, ну, лучше не убегать из дома. В этом году нашу съемочную группу удивил еще один герой. Встретившийся нам подросток с лучезарными глазами неоднократно воровал и убегал из дома. За что и попал в Юхтинскую спецшколу. Вспомним и его историю. Правильно заправлять кровать Дима учился около года. Делиться оказалось это не так просто. В Юхтинской спецшколе ребят воспитывают по армейским правилам. Так, например, и спальное место должно быть в надлежащем виде. Трудных подростков это учит аккуратности и ответственности, говорят педагоги. Вот и Диме, чтобы достичь хороших результатов, пришлось долго тренироваться. Как быстро ты попадаешь? Ну, не знаю, пять минут. Когда как, например, с просо не встанешь, там, делишься. Я вот тоже маленький приехал сюда в 11 лет. Так это, меня тоже девятиклассники учили. Тут ровно должно быть. Одеяло под матрасу должно быть. Вот как она идет по второму. Подушку, как мы делаем. Вот это вот все берешь. В один угол стряхиваешь. Как бы конфетка получается. Так, берешь. Сейчас мы идем к окну. Ставим ее ровно. Как бы отбиваем ее, чтобы она у нас стояла. Вот тут за этого. Все, получается у нас такая ровненькая подушечка. В Юхтинску спецшколу Дима попал за многочисленные кражи. Хотя, как говорит, дома было все. Скучно было. Друзей это так много было. Так и даже нормальных, и те. Ну, наверное, что те тоже тянуло к тяге. Там раз дома не переночевал, два. Потом помиралось уже. Воровал просто вот, что хотел. Азарт какой-то. Как адреналин вырабатывался. Бежишь, когда отходит. Милиционеров от всех. А что было? Ну, например, велик стоит на площади. Ты идешь. Там шкет какой-нибудь стоит. Ты его с великой там, конечно, поехал. Телефон тоже, да, и позвонит. В карманчик побежал. В спецшколе большинство детей, у которых не все в порядке дома. Пусть эти дети живут в достатке. У многих есть проблемы во взаимоотношениях с родителями. Всего же на первоспитании сейчас около ста неуправляемых детей. И преступления они совершают самые разные. Сюда их направляют из-за кражи, из-за разбои, из-за вандализм. Ну, ребенок с пирочным ножиком забрал телефон. Этому ребенку 12 лет. Ну, его грабителем-то не назовешь. Я понимаю, когда в суд приводят этого ребенка, и судья на него смотрят, ну, куда же эту крошечку забрать от родителей. Конечно, пусть он побудет еще дома, может быть, внушим что-то, может быть, усилится контроль со стороны семьи. А этот ребенок раз понял свою безнаказанность, второй раз. И вот так накапливается это дело. А потом мы сидим и изучаем эти тома, за что же ребенок к нам поступил. А внешне вы никогда не скажете, что он это совершил. Вот уже около трех лет Дима находится в спецшколе. За высоким забором у него началась совсем другая жизнь. Здесь все по расписанию. Подъем в 6 утра, уроки, самоподготовка, посещение кружков. У подростков даже при желании, просто нет времени лениться. Прогуливать занятия тоже нет возможности. Сейчас уже все понял, осознал, что, например, как тут много кто по второму разу приезжает домой, опять за старое становится. Нет, я так подумал. Не боюсь, нормально все будет. В школу другую пойду, друзей других заведу, общаться начну. Отучусь, пойду, что-нибудь закончу. Благовещенский-то там много чего. Вот так хочу, шестую фазанку закончить на половой кондитера. Ну, пойду, закончу нормальность. В Юхтинской спецшколе Женя находился 3 года. Однако после того, как мальчик выпустился, судьба его сложилась не совсем удачно. Родители подростков лишили родительских прав. Теперь Женя находится в детском доме. В одной из программ мы затронули одну из самых тревожных проблем нашей современной молодежи. Это игромания. О том, как избавиться от компьютерной зависимости, нам рассказал Александр. С друзьями воровал, а потом уже ходили в клуб. Counter-Strike, StarCraft, Mortal Kombat. Для Саши теперь это просто название компьютерных игр. Раньше за монитором он сидел часами, до полуобморочного состояния. На время компьютерный зал становился ему домом. Когда заканчивались деньги, чтобы оплатить часы виртуальной жизни, подросток добывал их незаконным способом. Из-за этого и попал в спецшколу для перевоспитания. Металл вырывали. Сдавали металлом. На гаражах. Ну и квартиру пару раз. Нет, один раз было квартиру, но ограбили. На земле, ну, на земле дома. А как попался? Свои же рассказали. Выйти из виртуального мира было самым сложным, рассказывает подросток. Уже даже после того, как попал в спецшколу, еще долго снились герои стрелялок. Казалось, что постоянно будет кто-то атаковать. Только в своеобразном заключении понял, это действительно была зависимость. Дома общий язык не общался, короче, со своими одноклассниками. А здесь уже общение нашел общий язык какой-то. Все как бы по одной беде. Всю жизнь Саша прожил с отцом. Маму заменила бабушка. Подросток делится. С одноклассниками почти не общался. Вот и втянулся. Без такого общения с героями любимых игр не мог. После двух лет в спецшколе появилась новая тяга к знаниям. Теперь он в списке ударников. Занимается в театре. На мини-концертах он главный герой. Ведет все мероприятия и уже не боится возвращаться домой. До этого дня осталось всего три месяца. Один день как другой, похоже. Практически всегда. Хотел бы, чтобы мама была. Вандализм. Еще одно преступное увлечение нынешней молодежи. С каждым годом случаев, когда подростки портят исторические памятники, становится все больше. Такой антигерой был и в одной из наших программ. В Юхтинской спецшколе Дима находится уже два года. Как говорит здесь, учиться ему пришлось практически с нуля. Ведь до того, как он сюда попал, на уроки ходил редко. Прогуливал с друзьями. Зачастую эти прогулки заканчивались воровством. Сначала просто без спроса брали телефоны и продавали их. Дальше больше. Стали взламывать замки и обворовывать чужие квартиры. Дошло до того, что компания подростков разграбила памятник участникам войны. В спецшколу Дима попал за вандализм. На этом и закончилась преступная жизнь. Однако теперь вспоминать о прошлом Дима не хочет. Стыдно. Жалеет только, что поддался чужому влиянию. Не сумел в нужный момент отделиться от плохой компании. Друзья иногда так звали там куда-нибудь погулять. И вот как я только ухожу там с друзьями гулять. Все что-нибудь как-то вот нас тянуло на это воровство. Как-то кто-нибудь пошел. И как-то одному просто не хотелось быть. И просто скучно было одному. И все время почему-то я с ними пошел. Но ходил. Главное наказание для всех воспитанников – распорядок дня. Обычно трудным подросткам сложно жить по режиму. Особенно вандалам. Бывают и такие, которые разворовывают могилы на кладбищах. Но работников спецшколы уже ничем не удивишь. Ведь здесь перевоспитывают не только их. В основном воровство, кражи, грабежи, разбойные нападения, вандализм. Почему-то в последнее время вандалов становится все больше и больше. У нас даже был мальчик здесь. Они спилили, не буду называть населенный пункт, ели. В центре населенного пункта он у нас за это тоже был. Но он был немного. В общем-то понял свою ошибку, выпустился от нас. И в общем-то достаточно хорошо устроил свою жизнь. По словам специалистов, зачастую вандализмом занимаются те дети, у которых нет никаких увлечений. У Димы они появились. Он играет в волейбол, учится на токаре и даже вяжет. Теперь и на будущее есть планы. Успешно сдать экзамены, получить аттестат и найти еще одно хобби. Байкеры сюда приезжали. Вот тоже так рассказывали, рассказывали. Тоже как-то такой интерес стал к этим мотоциклам. Так с самого детства я не занимаюсь. Думаю, тоже вот так. Если сложится в жизни, тоже может мотоцикл себе куплю. Тоже, может, буду заниматься этим. Как сложится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь у каждого своя история. Вместе перевоспитываются те, кто бродяжничал, прогуливал школу и воровал. На то, чтобы осознать свою ошибку, у подростка есть три года. Сергей перевоспитывает в юхте за многочисленные кражи. В последний раз его ворвали. На коляске везли следы. Ну, по следам нас нашли. Мы там в доме заброшенном жили. За забором им дают второй шанс. Здесь все по расписанию, круглосуточный контроль. Уроки ребята делают под присмотром воспитателя. И вовсе не потому, что им не доверяют. Так прописано в уставе. Зачастую сюда приходят ребята, которые не умеют читать и писать. Есть и те, кто в 11 лет только осваивают программы первого класса. Но есть парни, которые родители стата, готовы задержаться в этих стенах. Лучше подождать, но получить образование, рассказывает Андрей. Ведь от этого зависит его будущая жизнь. Я сам по своей инициативе остался для того, чтобы закончить 9 классов. Ну, здесь я хожу на различные кружки, секции. Ну, посещаю секцию баскетбол, футбол. На волейбол хожу. Интересно, что наряду с рисованием и резьбой по дереву подростки с условным сроком наказания, осужденные за преступления средней тяжести, охотно посещают спортивные секции и кружки рукоделия. Свои работы по вязанию они отправляют на конкурс «Созвездие» среди учреждений интернатного типа. В мужских руках клубок ниток превращается в вязаные картины. Эти шали и палантины – дело рук обычных подростков. Вязанием в Юхтинской спецшколе занимаются уже несколько лет. На перевоспитании хочешь-не хочешь – научишься рукодельничать. Если на первый взгляд посмотреть, то сложно. А если, когда уже умеешь вязать, то уже не так уж и сложно получается. Ну, я сначала спицами научился, а потом неудобно было, я кружком научился. Потому что так быстрее и красивее получается. Шарфики и салфетки – это только малая часть. Дети разработали даже свою коллекцию одежды. Вязаные платья, береты и накидки. Между собой подростки называют себя местными и удашкиными. Большую часть вещей они продали на одном из конкурсов. Я планирую там сестре, маме что-нибудь связать там шар, может, какую-нибудь грядчу, накидку какую-нибудь. Сделать подарок приятный, обрадовать. Всего за забором спецобучения проходят 90 ребят. Но в кружке из них занимаются только 20. И дело вовсе не в отсутствии желаний, рассказывает воспитатель Ольга Тетерятникова. Просто на всех ниток не хватает. Учится видеть красивое, что красивое, что некрасивое. Учится аккуратности, прилежности, терпению. Ну и вязание, оно, в общем-то, успокаивает нервы. Потому что ребята у нас приходят самые разные. И если сначала у них не получается, там и крючок летит, и нитки рвутся, не понять как, то уже впоследствии они начинают потихонечку, потихонечку. Уже не первый год свое кружево подростки выставляют на участие в различных конкурсах. Не раз занимали призовые места. Но медали для них не главное. На выставке у них есть возможность продать часть работ. Кстати, сейчас в предшколе дефицит учителей и воспитателей. В штате 55 педагогов, из них только 10 мужчин. По словам Ирины Кухаревской, обучая несовершеннолетних преступников, приходится показывать генеральские качества. Я готовлю 11-ти классников к сдаче экзаменов в обычной форме. То есть по билетам готовим. Ну, каждый билет разбираем, смотрим вопросы, ответы на них. Ребята учат. Ну, как обычные консультации проходят. Кроме школьного аттестата, у ребят есть возможность получить образование токаря. Спортивные достижения получают свою награду. У нас самое тяжелое для них наказание – это запрет выхода за территорию школы. То есть ребята у нас максимально имеют возможность, предоставляем им такую возможность, выходить за территорию школы, в плане того, что участвуешь в художественной самодеятельности, ты можешь с ней объездить всю область. По мнению воспитателей, подростков лучше перевоспитывать здесь, в спецшколе. За три года из всех выпускников повторно совершили преступление только пять ребят. Остальные пошли служить в армию. Говорят, что исправились. Цените время. Мир вечен, да жизнь коротка. Вы любите жизнь? Тогда не тратьте время, потому что это материал, из которого сделана наша жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Стоит раз оступиться, можно на три года попасть в спецшколу. Все истории, которые мы вспомнили – яркие примеры не только для детей, но и для взрослых. Родителям есть повод задуматься. Своё чадо надо воспитывать. Уделяйте больше внимания своим детям и берегите их. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова